Так как ротация у них прошла, Азов, получается, вышел, зашли какие-то другие ребята, предположительно, наверное, ЧВКшники, не знаю, работают. Вчера целый день, в общем, пристреливали они в туры свои, работали по всем, чем только можно, какая техника отсюда выходила, даже этот муравей, который трехколесный, и то по нему ложили. Вчера пристрелялись, и сегодня положили машину нашу. Два хороших парня погибло. Машина находилась в прямой видимости. Да, она через поле пошла, вроде бы и пошла рано утром, но все равно, что-то солнышко не помешало. В котором часу это было? Где-то в полдевятого. Стреляли прицельно по машине? Да, первый пошел прямо в цель, а второй они уже просто ее добили. Группа наша выдвинулась туда, для эвакуации. Они их тоже начали уложить. Мы не давали забрать ребят. Работал снайпер? Нет, работал 82-й накидывали. 82-й, опять же, туры работали туда, в сторону. Солнышко светит, там, глаза, видатели лазерами, там, лазерами, там, лазерами наедине. Хер, вот, знаете. Теперь еще шарю утром, иностранном. Мы слышали, что позавчера был тяжелый 12-часовой бой. Да, они сейчас в последнее время постоянно такие. И позавчера, и полпозавчера. Они буквально там запрашивают. Ну, то, как получат, сразу начинают запрашивать перемирие. Двухчасовой, трехчасовой, им надо раненых принести, купить. Все уже просили, не стреляем. То есть мы идем навстречу, да? Да. А они? Да мы и не запрашиваем никаких перемирий. Вытягиваем под обстрелами. Южани наш раненый на посту. Вытягивали. Пришли за трехсотым. Они нас впустили. А выйти никак. Начинают сыпать, закидывают прямо во двор. Под тактическими дымами более-менее выбрались. Ранение тяжелое? Среднее. Осколок? У меня он кивар спас. Прямо в печень шло. А вот это вот на карманчике? Прошила аптечку, блядь. Прошила, жгут пополам перерезала. Таблетки там все поперебила, блядь. И зашло в кивар. В ногу прилетело, но я там вытащил. Такое мелочи, сарапины. Это когда было? Дни пять назад. Вот по этому простреливанному участку дороги, где сегодня попали наши ребята, ездят также и гражданские. Да, кто-то пытается вывести своих родственников. Кто на чем. Да, они не разбираются. То есть стреляют не только, но и все. То есть для них любой транспорт цель? Любой транспорт, да, цель. Ракета пошла. Сколько здесь человек осталось мирных примерно в этом поселке? Если люди остались, то скорее всего это старики, да, которые просто находятся в безвыходном положении. Как у вас? Мы и помогаем. Есть взаимодействие какое-то, да? Да. Помогаем. Вот две женщины раненых было недавно. Наши доктора им оказывали помощь. Наши люди их вывозили отсюда. Чем можем, тем помогаем. Время у нас встать. Вывозим на Лазовск. В больницу. Вот сейчас это что работает? Миномет? АГС, миномет? АГС, миномет. Тяжелая пока не падает, да? Сегодня танк отработал два раза по нашей позиции. Спрятался. Они нас только впускали, вы понимаете? Мы вдвоем, с южанином, не, втроем. Я южанин и грек забежали. Там вот, где окоп, окно, в окно залетает. Бах, есть южанин 300-й мне в ногу. Хорошо, что вытянул. Мы назад. Хорошо еще и там. Чеха люди подоспели тоже. По рации вышли. Еще Чеха трое забежала. Зашли они, опять начинают ложить. Опять же, впустили опять сверху, блядь. А им чем больше, да, тем... Да, они же нас впускают, впускают. Давайте, идите, заходите. А нам выносить. Тут уже южанина начинаем бинтовать, жгутовать. Ну, это, вену венозная была. Кровотечение хорошо, артерию не задело. Вот, наверное, налило там кровь. Пережгутовали южанина. Они все сыпят и сыпят. Выходить никак. АГСы до туда не достают, блядь. Хорошо, что дымы были. Тут дымов накидали, блядь. Вниз, вверх, ну, полностью. Засыпали дымом все. Закрылись, да? Закрылись, да. На носилке быстренько, хватит, да побежали, блядь. Еле выбежали, спрятались там. В бетонном здании. Ну, мы у них там на виду, блядь, бегаем, что муравьи. Они у нас, да, тоже прямой наводочкой с АГСа. Хорошо, хоть стены толстые. А у нас за последние сутки есть какие-то успехи? Отстрелимся потихонечку. Ну, о потерях противника мы не информированы. Потери есть у них. Каждый их прорыв спровождается их потерями, 300-200. Вот тогда, вот, скажем, сейчас, дня 4 назад, там 80 человек со стороны гаража проходили. Тоже выносили своих, запирали. Мы даем им вывозить своих раненых? Даем. Ну, они просят, запрашивают сразу перемирие, там, пару часов тишины, все, чтобы забрать своих. Мы даем, соглашаемся. Ну, а как парни, вообще, боевой дух, настроение? Да ничего, крепимся нормально. Живым будем, не помырем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...